Понимаете, ведь проблема ведь не в том заключается, что люди не могут найти себе работу. Нет. Они просто не знают, чем заниматься. И эта проблема, она напрямую связана с характером человека. Есть развитый характер бывает, а бывает недоразвитый. Когда характер становится развитым, человек начинает чувствовать, что ему надо в жизни, чем заниматься. А развитый характер возникает от того, что человек в обществе функционирует очень правильно и сильно. Понимаете, вот у женщин характер развивается и дает ей возможность понять, чем ей заниматься в жизни в отношениях женских, а не деловых. Смотрите, как интересно. Сначала она как женщина развивает. Что значит как женщина? Означает развивать в себе сострадание, доброту, отзывчивость, способность общаться правильно, смирение, послушание, заботливость. Она развивает женские качества в себе. И от этого она развивается как личность. Она становится сильной личностью и у нее появляется понимание, чем ей работать сразу же. Того, что она развилась. Потому что как мужчина, женщина, когда пытается развиваться, у нее не будет вот этого быстрого развития. То есть, когда человек занимается не своим делом, хоть даже очень активно, он разрушает свою жизнь. Когда человек занимается своим делом, хотя бы чуть-чуть, он ее создает. Понимаете? То есть, женщина, конечно, может пытаться учиться ездить на танки, но ей это не поможет ни по здоровью, ни по личной жизни, ни по быстрому развитию. То есть, эти шаги, вот обучение, стать Джанной Дарк, как бы это очень сложная задача для женщины. То есть, нужно много сил приложить туда, много внутренней энергии и по факту разрушить свою жизнь под конец. Потому что уже ведь создано все внутри. Есть тонкое строение психическое, есть анатомия. У женщины здоровье поддерживается на гормональных функциях. Гормональные функции связаны с энергией любви. Тем меньше энергии любви используются в жизни, в общении, тем слабее гормональные функции, меньше красоты и меньше здоровья. Видите, все напрямую связано с признависованием человека. Если женщина активно функционирует, как женщина, вы скажете, а на работе можно же тоже активно функционировать, как женщина. Это можно, но это мешает работать всем. Вот представьте, а-а-а, твои хорошие. Начальник, слушай, успокойся. Нам надо работать вообще. Чего ты тут все, кто там уже старается? Тихо, сам с собой, я веду беседы. Поговорили, поговорили, пообщались. Работать-то надо ведь. Это хорошо, конечно, теплая атмосфера создалась. Но теплая атмосфера она расслабляет. Работать вообще не хочется. Тем более, видите, то есть для этого нужна не работа уже, для теплой атмосферы, а семья. Некоторые думают, Олег Иванович, у нее жизнь совсем другая. То есть я, вот у меня такая жизнь, у меня много работы, понимаете, много работы, Олег Иванович. И у меня нет сейчас семейной жизни. Как мне развивать личные отношения? Смотрите, все начинается со знания. Мы сейчас переходим к другому аспекту тонкого тела, называется разум. Деды говорят, вот он создает судьбу, он поступки совершает. И, ну вернее, поступки совершает разум или не совершает их. Или карма совершает поступки, то есть наши желания неосознанные какие-то. То есть мы неосознанно что-то делаем. Или мы осознанно с позиции знания живем. И тогда мы побеждаем судьбу уже. Судьба находится в уме, а разум побеждает судьбу. Что такое разум? Разум соткан из знания. И как ни странно, знание – это не то, что написано на листочке. Поверьте мне, это не означает знание. Знание – это то, к чему человек испытывает внутри вкус. Я, 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 понимаете. Ну, допустим, вот представьте себе, допустим, я у меня занят весь день с утра до вечера, но я полюбил. Полюбил. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойно во сна. Я полюбил. Вопрос. У меня занят полностью весь день. На свидание пойду или нет? Однозначно. Почему? Потому что у меня есть вкус к этому, понимаете, есть вкус. И теперь возьмем вот эту девушку, которая говорит, Олег Геннадьевич, у меня я весь день работаю, мне некогда думать о личной жизни. В чем причина? Отсутствие вкуса. Отсутствие вкуса. Вкуса нет, личной жизнью заниматься, ну, как бы, некогда, значит, нет вкуса. Почему нет вкуса? Потому что нет знания. Знания – это не такая штука, что прочитал и узнал. Нет. Веды говорят, что знания, которые меняют жизнь, приходят через звук от того человека, который знает. От одного человека к другому. Через звук. Но одно условие – должны быть глубокие отношения. Отношения, в которых есть, по крайней мере, доверие. Поэтому ведические лекции, они построены на близких отношениях. Понимаете? Поэтому я и попросил свет включить, иначе можно было уходить назад. Понимаете? Я хочу видеть лица. И даже я все равно недостаточно сильно их вижу, хотя бы чуть-чуть, и мне этого уже достаточно. Чтобы я мог с вами сейчас общаться. Потому что знание не передается просто… Это не знание, это информацию так люди передают, информацию. Знание должно поменять жизнь. И знание содержится в разуме. В разуме. Есть два, ну три вообще центра разума у нас в организме есть. Один во лбу, он больше развит у мужчин. Другой в области сердца, у женщин. И третий в области паха, развит у всех. Особенно у обезьян. Вот. И, наверное, люди ведут тебя как обезьяны. Понимаете? Ну, это другая тема. Мы совсем не будем сейчас ее сильно касаться. Вот. И поэтому, когда, допустим, я говорю, как женщины получают знание сердцем, они слушают, пытаются почувствовать знание, почувствуют. Женщины чувствуют знание. Когда они ее почувствовали, постепенно, как только они почувствуют. О, я почувствовала знание. Сразу начинает печь вуль. Ну, в этом разум, который связан с анализом. То есть, пока женщина не почувствовала, она говорит, что-то ничего не понимает, что он говорит. Ничего не понимает. Значит, не почувствовала. Чтобы почувствовать, надо более ближе почувствовать, понять человека, поближе быть к нему. Женщина почувствовала, поближе стала, у нее пошел анализ сразу. Она начинает разбираться в этом знании. Следующий этап. У мужчины все наоборот. Мужчина вообще ничего не чувствует, он сначала начинает анализировать. Если он чувствует, если он анализирует, то он анализирует, ага, так как я думаю, да, я знаю об этом, он как обычно мужчина сидит, да я об этом обо всем знаю. Это один вариант. Или я знаю об этом, это интересно, надо подумать об этом. Когда он начинает об этом думать, обдумывать, то постепенно все идет в сердце. И он думает, классно, надо это изучать. Включается уже эмоциональная часть, такая сердечная часть знания. Поэтому мужчина, он долго анализирует сначала. То есть он слушает лекции, допустим, анализирует долгое время и потом только включает сердце. Женщину сразу включается сердце. И она уже решила, что все поняла уже почти лекции. Потом, когда надо применять жизни, в ней тогда включается только анализ. Ну, что-то не все поняла, надо еще раз послушать. Итак, разум это такая глубокая вещь, нужно серьезно изучать ее. Есть несколько слоев разума. Сначала человек принимает сведения, информацию, принимает сведения. Он просто знает, что это есть, но это никак не меняет его жизнь. Следующий слой. Человек начинает интересоваться этой информацией. Он начинает, у него появляется вкус. Вот эта вот штука, которая дальше меняет жизнь. Чуть-чуть появляется вкус, и он начинает смотреть кезде об этом. Допустим, вы едете в автобусе и смотрите, какая женщина выполняет свое женское предназначение по лицу, а какая не выполняет. Одна, допустим, стоит, у нее такое мягкое, теплое лицо. Другая стоит, у нее такой холодный взгляд такой, эмансипированный. Вот. И вы думаете, ага, вот это вот тяжелее жить, согласно лекциям. Это легче. И это еще недостаточно. Вы потом знакомитесь с такими женщинами и сравниваете. Одна говорит, да, у меня хорошая жизнь, у меня хорошая работа. Вот. Голос такой, у нее такой немножко другой. Вот. И песни у нее тоже другие. А ты такой холодный, какая сберка в океане. И все твои печали за темною водой. Ла-ла-ла-ла-ла. Она смотрит, анализирует, думает, ага, вот о чем Олег Геннадьевич говорил. Он говорил, вот об этих женщинах и об этих вот. Конечно, из тех, кто чувственные женщины, тоже надо разобраться, как это чувственность-то должна проявляться правильно. Потому что для тех, у кого неправильно проявляется, тоже свои песни есть. Со мной и вот что происходит, ко мне мы старый друг не ходим. Вообще-то, ходить-то должен муж, а не друг. Понимаете? Муж должен ходить, а не друг. Вот в этом проблема заключается. Так есть женщины, которые любят гражданские браки, да? Означает, друг не ходит. Они подружками и друзьями на всю жизнь остаются. И у них маленькие дружки рождаются потом. Маленькие подружечки и дружки рождаются. У них дружеские отношения. Но вот женщина вообще должна развивать близкие отношения. Означает муж, а не друг. И жена. Видите? Очень интересные вещи. Сейчас вам рассказываю. Это все опять, видите, упирается в предназначение. Женщины, которые глубоко изучают семейную жизнь, они хотят жениться, замуж выходить. Они хотят роспись, хотят серьезных отношений. Женщины, которые больше движутся в деятельность, они уже не могут близкие отношения строить. Им надо дружкой и жить дружком. А иногда с подружкой даже. Это уже еще большая степень занятости. Дает такой результат. Такие дружки и подружки, они тоже свои песни поют. Я даже видел, как-то популярна была такая группа дружков из ФРГ. Они таким тонким голосом пели. Красиво очень. Помните, да? Губки накрашены. Очень красиво. Ну, вообще, как бы, вот, если такая вот будет направленность жизни, то получается вот такой результат. То есть, очень большой, красивый человек, мягкий такой. Вот. И письмены тоже очень тонкие такие, мягкие, нежные. Потому что жить-то можно только с мужиком. Это уже дальше мы переключаем по следующей тему, да? Есть ведь не только женские каналы, но и мужские. И по факту понятие мужчины в наше время очень сильно деградировало. То есть, если человеку говорят, мужик ты или не мужик, то вполне конкретно это означает секс. То есть, это не означает, допустим, защита родины. Это не означает работа над собой. Это не означает способность победить вредные привычки. Это означает только одну вещь, мужик или не мужик. Улавливаете термин, нет? Означает только одну вещь, которая связана чисто с обезьянами. Потому что вот эта вещь, которая связана с нашим понятием мужик или не мужик, вырастает гораздо быстрее, чем мозги в юности. Она, эта вещь вырастает, а мозги еще нет. И как определить, мужик или человек, или не мужик? Если у него выросло вот это, а мозги нет, он мужик или нет? Еще пока нет, да? Все-таки. Получается, что мужик это что-то другое, да? Это немножко не это. То есть, что-то более такое серьезное, да? И женщины по факту, они сначала думают, что мужик это вот то, что выросло раньше. А потом они обнаруживают, что вообще-то надо, чтобы он работал. Вот этого недостаточно, что происходит там в постели. Этого недостаточно. Кажется, нужно, чтобы он работал. И еще, чтобы он головой не только ел. Нужно, чтобы он что-то еще делал головой. Понимаете? И вот это вот в этом проблема заключается, что энергия может течь или вверх, или вниз. Одно из двух. И Верда объясняет, что если мужчина очень сильно, постоянно он занят только сексом, у него постоянно мысли о сексе. У него энергия идет не только вниз, а также она идет в женскую половину, часть тела. Потому что любовь, энергия любви, она имеет женскую природу, и у него в результате психика ослабевает, как мужчины. И у него энергия начинает течь в левую сторону. В результате у него появляется больше женственности, половой распущенности. И он такой становится, как бы, такой, ну что, ну такой, понимаете, настоящий мужик. Ну что, в натуре, не понимаете, о чем я говорю сейчас. Ну такой, настоящий мужик. У него и палец вообще нет, живет спокойно. Вот. Он очень похож на паручика Ржевского. Вы были в молодости членом суда. Ну да, был членом суда, членом туда. Вот. Знаете, вот такое, что-то такое выросло. Ясно, это такое, вот что-то такое. Оно не может работать. Знаете, оно может только вот гулять. Вот это страшно. Это культура. То есть это культура, в которой мы живем. И такое вырастает не случайно. Причина, почему оно вырастает. Потому что люди, мужчины, не знают, в чем заключается их развитие. Они знают, как насти свое предназначение. Как выполнить свой долг мужчины. Как чувствовать себя хорошо, как мужчина. Не знают, не понимают. Они понимают, потому что нет образования. Вернемся в древнюю культуру. Смотрите, мужчины сначала учились. В них вырабатывали силу воли. Они воспитывались в стороне от женщин. То есть у них развивалось чисто мужское начало. По крайней мере, до 18 лет. По факту, до 25. В 25 лет мужчин начинает крепнуть разум. То есть до 25 лет он должен работать над собой. Он должен учиться какой-то специальности. Он должен укреплять силу воли. Развивать в себе мужественность, аскетизм, выносливость, решительность, целеустремленность. Он должен развивать в себе способность терпеть разные условия жизни. И по факту это усиленно способствует мужскому здоровью. Потому что мужское здоровье основывается на силе нервной системы. Нервная система развивается, когда человек совершает аскезы. Например, когда он закаливается, укрепляется нервная система. Когда он спит на твердом, когда человек встает рано утром и рано ложится спать, укрепляется нервная система. Нервная система укрепляется, когда человек ест более грубую пищу. Не мягкую, а грубую. И мужчина становится здоровым от этой деятельности. Ему нужно закаливание, зарядка, ему нужно движение. То есть он должен бегать, разминаться. То есть он должен качаться, делать мускую какую-то деятельность. Может быть даже борьба для мужчины очень полезна. У меня в Новосибирске есть один друг, очень успешный бизнесмен. Он говорит, я борьбой занимаюсь, у меня поддерживается и характер. И иногда, говорит, нервничаешься на работе. Потом, говорит, борешься, тебя так прижмут, лежишь, удерживают тебя так. И знаешь, снаружи тяжело, а внутри легче становится. Пару раз морду дать, чтобы он как-то взбодрился только. Понимаете? То есть, ну, такой настоящий человек чувствуется, крепкий такой, как бы, нормальный. Вам нравится то, что я сейчас говорю, не? Про мужчин я говорю. Не про вот этих вот. Я говорю про мужчин, понимаете сейчас? Которые сражаются, убиваются, защищают. Ответственность это мужчин его качество, не женская. Допустим, если мужчина женщине говорит, ты отвечаешь за свои слова? Знаешь, он не понимает, в чеку он попал. Женщина не обязана отвечать за свои слова. Вообще не обязана. Мужчина обязан отвечать за свой базар. Если он сказал слово, он должен дальше выполнять. Женщина это знает хорошо. Мне это запоминает. Это он вспоминает. Говорит, ты же говорил другое. Дорогой мой друг. Вот интересно знать, что, знаете, я исследовал эту тему. Оказывается, что когда мужчина развивается как личность правильно, то есть он совершает аскезы, воздерживается от половой жизни. Некоторые думают, это вызывает импотенцию. Ничего подобного. Импотенцию развивает безудержное желание заниматься сексом. Да, человек постоянно, у него одна картинка только внутри, в голове стоит, вот эта вот, постоянно вот такая вот. И смахнул слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонна. Знаете, когда постоянно у него 24 часа в сутки вот здесь стоит, вот картинка, у него накапливается очень горячая энергия в нижних органах. Это вызывает уритрит, проспатит, опухоль предстательной железы и импотенцию. И импотенцию. Когда ничего не получается. Знаете, причина заключается в том, что слишком сильно хотел, чтобы получалось. Вот куда человек вкладывает свои силы, то у него и не получается. Слишком сильно. Имеется в виду силу желания. Понимаете, сила желания должна пойти на аскезы, на воздержание. Все остальное человек получает само собой в жизни. Только сильный мужчина имеет сильные функции. Понимаете, очень большая часть бесплодия мужского связана с тем, что человек, мужчина не воздерживается в своих мыслях о женщине. Не воздерживается. По факту настоящий мужчина, его больше женщина любит. Вот смотрите, когда мужчина сильно привязан к женщине, к женской энергии, он сильно зависит от нее. Женщина думает, что, Олег Геннадьевич, вы чему учите-то? У нас мужики-то вообще дома не будут находиться. Думаете так, Женщина? Знаете, я могу лишь скажи. Вот чем мужчина мужественнее, тем он легче женские эмоции терпит. Чем он больше занят мужским делом, тем легче с ним жить. Он сильный, крепкий. Можно хмыкать рядом с ним, плакать. Можно, что хочешь, как бы его называть, как хочешь. Он спокоен всегда. Причина? Потому что он не сильно зависит от женской энергии. Первым делом, первым делом. Самолеты. Ну а женщины? А женщины потом. Как солдаты меня мать провожала, Тут и вся моя семья набежала. Маруся от чести слезы льет, Как гусли душой ее поет. Я об этом сейчас говорю, понимаете? Об этом. Когда мужчина очень сильно думает об женщине, он привязывается. У женщины психика, она неустойчивая, она идет волнами. То есть настроение женщины зависит от движения уны. Постоянно меняется. Каждую секунду идет изменение настроения. Постоянно движется настроение. Поэтому женщине нужна устойчивость. Не подъюбник ей нужен, а устойчивость. Понимаете? То есть человек, который вы... Движения вот этого настроения нет. Но если мужчина сильно привязывает к женщине, у нее тоже меняется настроение, в зависимости от изменения настроения жены. И поэтому он, когда приходит домой, так как женщина психически контролирует настроение всей семьи, то есть в семье все по-женски, то есть в квартире все женскую природу имеет. Кто не согласен? Смотрите, шторы в рюлечку или с флажками. Вот, кровать. Какая полосатая, нет? Нет, такая. Вся нежная такая кровать. Вот, обои там, все цветочками, все женскую энергию в квартире имеет. Женщина полностью контролирует атмосферу в квартире. Это ее женская энергия. И причем интересно знать, что женщина, она также контролирует настроение в квартире. Допустим, когда у нее плохое настроение, у детей плохое настроение, у кошки плохое настроение, и муж приходит с работы, он, смотрите, интересный феномен, он подходит к жене и говорит, «Че такое? Ты че такая?» Потому что ему хочется отдыхать в квартире, а в квартире плохая среда женщины с одной. Она говорит, я тебя трогаю. Законная ситуация, да? Почему вот он подходит к ней и говорит, «Че такое? Ты че такая?» Почему он говорит ей это? Как вы думаете? Потому что он потерял себя. У него нет силы быть независимым от того, что происходит в квартире. У него не хватает мужской энергии, понимаете? Не хватает мужской силы. Из-за того, что у него не хватает мужской силы, начинают скандалы в семье. Он постоянно ходит, ноет, «Че такое? Че ты? Че ты?» «Такая ходит?» Она такая ходит, потому что и на ней луна так действует. Она ничего не может сделать, и настроение постоянно меняется. Женщина не может вот менять, взять и такой стать. Вот если у нее не такая, настроение такая. Если не такое, тогда держись. Знаете, у женщины настроение постоянно меняется. Мужчин не должен зависеть от этого настроения. Он должен быть как скала. Веды сравнивают мужской характер с берегами реки, а женский с рекой. И река, она постоянно то туда, то сюда загибается. И берега должны быть высокими, чтобы она, река текла хорошо. Чтобы как она хотела, так и текла. То есть приходит муж, она ему, что-то directive смыслuje. И вот спросит, у тебя жена хорошая? Говорит, нормально. Смотрите, второй вариант. Мужчина такой приходит домой, к психологу. Говорит, я не могу все-таки дуразить. Я к чему вы rasuse, а он мне туда балл. Хорошо. Такой дурградой это. Почему он такой дерганый? Потому что он сильно привязан к женщине. У него энергия пошла в левую сторону. Понимаете, у него мужская энергия слабела, а желание секса, чувственных всяких удовольствий, кровати, телевизора, пива, оно увеличивается. Теперь смотрите, почему так много пьяниц? Это женская энергия. Водка, это женская энергия. Это желание получать счастье сразу, а не с помощью аскез. Что значит мужской характер? Сначала самолеты, сначала тренировки, сначала воля, сначала аскезы, потом счастье. Это мужская жизнь. А водка? Сначала буль-буль, потом счастье. Никаких аскез. Вот какие дела. И человек каким становится? У меня есть один близкий человек, друг, профессор Жданов. Он в России возглавляет общее дело, борьбу с алкоголизацией страны. У вас еще не появился? Жданов нет? Знаете, да? Там движение народа идет большое при поддержке правительства России. Вот такой серьезный человек. И он исследовал вот эту тему. Оказалось, что спиртное, оно увеличивает женские гормоны у мужчин. Мужчины краснеет лицо, бедра начинают увеличиваться, животик, голос становится тоньше. И развивается вот эта вот штука, которую мужчина сильно боится. Вот это вот развивается. Знаете, спиртное? Большая проблема. По статистике количество мужского бесплодия резко растет с количеством спирта на душу населения. Понимаете? Красная вещь. Чем больше человек пьет, тем больше бесплодия. Почему? Потому что так действует спирт на мужские гормоны. Но почему он так действует? Потому что это увеличивается женская энергия. Почему человек пьет? Потому что он не может работать над собой. Почему он не может работать над собой? Потому что он не понимает, в чем мужское счастье. Что мужское счастье спать на твердом, делать зарядку, обливаться холодной водой, совершать аскезы и жена его будет любить лучше, ему легче дома будет жить, она его будет уважать, он будет успешным в жизни и у него будут рождаться дети, потому что когда мужчина так себя ведет, у него сила семени увеличивается, он становится производителем настоящим мужиком то, что вы хотели по факту, слышите, настоящим мужиком это тоже зависит от этого, понимаете сколько ты аскез совершаешь, насколько ты работаешь над собой, некоторые мужчины говорят мне Олег Геннадьевич, вот так смотрите мне говорят, Олег Геннадьевич что-то я не могу найти себя в жизни мой хороший, не надо с этого начинать, начни делать зарядку, раз, два, три, четыре пять гантельки таскать надо под холодным душиком надо мыться, мой хороший, надо вставать рано учиться а не спать в постели понимаете вот с этого надо начинать и когда человек, как мужчина начинает вызываться, у него мужская энергия начинает двигаться сильно по правом правом части тела, у него более появляется решимость, он начинает работать над собой сильнее, очень активен внутренне, у него появляет сила воли, у него самоконтроль самоконтроль начинает появляться, самоконтроль у человека можно проверить очень простым способом мужчины, очень простым способом, реагирует он на женские эмоции или нет все мужчины реагируют на женские эмоции женские эмоции, они вызывают очень сильную разруху в сердце когда женщина говорит «пойдем поговорим» у него внутри сразу что-то переворачивается, ему тяжело становится, любому человеку, любому мужчине, так же как женщине, потому что здесь у мужчин дырка, у него вот этот центр разума сильно развит, так же как женщине очень тяжело, когда муж давит мозгами на нее вот вот этим центр разум, говорит «я тебе сейчас расскажу как надо жить правильно, на нее демагогии занимаются от ней, давит мозгами и не сразу тут все как бы сковывается, она ничего не соображает и хочет просто что-то крикнуть ему и все, она не знает что и делать в это время, правильно говорит женщина? Правильно, вот, ну то есть видите, мы не понимаем друг друга просто, но поймите такую вещь, что настоящая женщина она, когда мужчина на нее давит, она растапливает кусочек льда сердцем своим горячим, она его успокаивает, нежно воздействует любовью, а мужчина сильный, настоящий мужчина, он как действует? Он просто терпит спокойно, ну пока она успокоится, пытается как-то ее успокоить, ну не расстраивайся, не плачь, вот, а потом уже общается, когда она успокаивает.